В Твери состоялся традиционный военный парад в честь Дня Победы. Участие в мероприятии принял губернатор Игорь Руденя. Почётными гостями стали фронтовики, жители блокадного Ленинграда, участники специальной военной операции. Репортаж с места событий. Открыла парад знамённая группа Тверского территориального гарнизона. За ней проследовал знамённый взвод военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова, профессорско-преподавательский состав, офицеры-слушатели и курсанты академии, офицеры УФСИН России по Тверской области, парадный расчёт выпускного курса Тверского Суворовского военного ордена, почёта училища, кадеты, юноармейцы, верхневожья, сводный военный оркестр Тверского территориального гарнизона. Твер вместе со всей страной 9 мая отмечает победу Великой Отечественной войне. В этом году шествие пеших колонн и техники проходит на площади святого благоверного князя Михаила Тверского. По сложившейся традиции почётными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны. Иван Евгеньевич Кладкевич с января по февраль 1943 года участвовал в боях на Ржевско-Вяземском направлении. Ржевско-Вяземский план, значение его велико. Это главный источник защиты нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Этот планстарм остановил. И 5 декабря 1941 года дарился наступление под Москвой. И с того времени начало освобождение нашей Родины. И в честь вот этого значения, то, что был поставлен памятник под Ржевом. Алексею Петровичу было всего 13 лет, когда началась война. Он рассказывает, каким остался тот день в его памяти. Я хорошо помню первый день войны. Толнечный, тёплый, все были мрачные. Мне было 13 лет. В числе участников торжества юно-армейцы. Ученица 11 класса школы номер 29 Владислава Федосеева состоит в сводном отряде имени Степана Горобца. У меня семья военных. У меня воевала прабабушка, прадедушка. Папа уже был, получается, в Сирии. Сейчас в зоне СВО. И я, наверное, тоже пойду по их стопам. Несмотря на погодные условия, которые в этот день были весьма непредсказуемыми, и многие назвали День Победы в этом году самым холодным, жители Твери и области, гости из соседних регионов, пришли на парад. Валерию трудно было не заметить среди всех гостей праздника. Женщина пришла с метровой красной гвоздикой, которую сделала своими руками, чтобы посмотреть на сына, который участвует в параде. У меня дедушка военный, сын теперь военный. Он у меня в ПВО учится на втором курсе. И его выбрали, он маршировать будет. Михаил пришёл на парад с женой и дочкой, которой 2,5 года, чтобы посмотреть на старшего сына, который принимает в нём участие. Пришли поддержать его, посмотреть на него. Чтим память погибших, защищаешь Родину. Мы обязаны это делать. Катя второй раз вместе с мамой приходит на праздник, чтобы посмотреть на своего старшего брата. Здесь мы участвуем в брат, и это просто такой праздник, когда наши победили и принесли нам победу. Для многих День Победы – особый праздник, который имеет свою личную историю. Мы всегда в этот день приходим на парад, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу Родину, что теперь у нас чистое небо над головой, что мы живём в такое мирное время, что мы счастливы и дети наши счастливы. К участникам этого мероприятия с трибуны обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя. Мы помним и никогда не забудем, что дорога к победе 1945 года начиналась здесь, на земле Верхневолжья. Калинин стал первым областным центром, освобождённым Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков. Мужество и стойкость участников Ржевской битвы и готовность стоять насмерть, защищая Родину, позволили совершить коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сегодня особые слова благодарности, уважения и любви мы говорим нашим дорогим ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны. Спасибо вам за великую победу, за великую и сильную Россию. Память павших защитников страны. Участники мероприятия почтили минутой молчания. По площади прошла военная техника Тверского гарнизона. Бронетранспортер БТР-80. Зенитные ракетные комплексы С-125, С-75 и С-200. Пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300. Система залпового огня Торнадо-С и другие машины. После прохождения войск и техники губернаторы Игора Руденя вместе с ветеранами и другими участниками торжеств возложил цветы к стелле Тверь-город воинской славы. КОНЕЦ